Я знаю, что многие, занимающиеся у нас в Японии тренировки, достигают 50-60 лет, они по-прежнему купим ежедневных занятий, даже без разминки можно спокойно садиться в эти шпагаты. То есть это мы хотим о том, что если мы будем с вами каждый день заниматься на центре, хотя бы без витка, то понятие шпагаты будет таким же простым, понятным, как бы прочитать себя за ухом. Точно просто будет. Ровно поэтому сейчас мы переходим к самому интересному. Кто отсядет наш богатый перечный, кому в пятерку ставлю в нюки, не приносит перечный, вставляет. Итак, главное, еще раз, пожалуйста, аккуратно, помогаем себя ручками, опираемся на татаны, на полы ручками, чтобы не было никаких у нас к вам. Хорошо? Поехали. Просто ножки разъедаются в сторону. Пол обороты примите. Мы все до конца садимся и тянемся. Постараемся чуть-чуть пониже, покончаем тазом, чтобы у вас подфогатик. Замечательно. Потому что сразу видно, кто в спарсмен, кто садится в фогатик. Хорошо. Так, кончили. Стрит-ноды. Есть куда еще нам стремиться, правда? Замечательно. Теперь мне понадобятся, наверное, два молодых человека, потому что девушек мы пока трогать не будем. Мы покажем, как нужно нашим молодым людям, скажем так, демонстрировать вам, как будем защищаться от всяких нехороших людей. Итак, то смелость, потом встали. И еще мы можем сделать второй, чтобы все это показать. То еще смелость, чтобы можно было что-то сделать. Маечки на контрасте. Итак, будем представлять следующую ситуацию. Обычно как это происходит. Я встану к кому-то. Болгом, вручки, берем. Как раз обычно происходит мужчина, да? Могут спать и за руку, да? И, соответственно, бывает сложно крупкой маленькой девушке вырваться от такого здорового мужика, например, как я. Посему здесь два нюанса. Пожалуйста, берите его за ручку, так же, как я. Потому что держал, остановитесь в боку, чтобы вас все видели. Иначе эффекта не будет. Вот теперь, казалось, ну как можно в этой ситуации? Ну, ну, дергается будет сложно. Что-то девушке будет сложно, да? Я, может быть, смогу вырваться, вы уже рядом. Для этого, что вам нужно будет сделать? Вот если вас держат вот так, у вас ручка слабая. Сделайте вот такое движение. То есть вы включаете свой бицепс. И возьмитесь вот так вот рукой. Это же меня. То есть вот так вот мы с ним ничего не сделаем. Делаем вот так. Поворачиваем ручку. Делаем вот так. То есть вы включаете первое. Вторую ручку свою. Поворачиваем так, чтобы у вас бицепсы работали. Не вверх, когда вот так я тяну. А именно бицепсы. И с заворотом корпуса немножко посажемся вниз. Включаем газик. Мы просто вырываем руку. И становится как убежать. Для этого, например, надо будет морить. Пойдем вот так. Это первое. Вражение сейчас я предлагаю вам, пара, это попробовать, чтобы почувствовать. Потому что очень часто, когда показываешь, все понятно, когда начинается конкретная ситуация, ничего не понятно. Итак, один хватает ручку вот так, сверху. Вы выворачиваете вот так вот. И второй ручкой с корпусом в сторону. Рано чуть присесть и корпусом. Вы то есть проворачиваете корпусом. Плечи, таз, бедра в этом не работает. То есть ручка сшла вот так.